Я не знал поступать мне в семинарию, не поступать. Сомнения были, ребенок только родился. Тут только очное отделение, супруга одна работать должна. Были сомнения очень серьезные, и я тоже с такой сдержностью немножко сказал, Господи, если я есть на ту волю, чтобы я там был, ну покажи мне чудо, не меньше, не больше. И чудо совершилось. Икона моя у меня была от бабушки старой, Серафима преподобного, Серафима Саровского. И она начала буквально на глазах просветляться. И через краткое время, через, по-моему, две недели, это было как только что написано. Вот прямо вот волосико к волосику, глазки-глазки, ручки-ручки, все просто. Это удивительно. Хотя до этого просто уголь, ничего не видно было. Это икона у меня дома сейчас. Так, ну вот, ко мне приехали уже как раз. Нету ни души, наоборот, поставим вот так на нас. Пусть она прогорит. Дети, они по жизни святые уже, можно так сказать, до какого-то момента. Как говорит Господь, если не будете, как дети, не войдете в Царствие Божие, значит, получается, что они уже при жизни, будучи ребенком, непосредственности своей, дают нам пример вот этого поведения, вот этой святости, можно так сказать. Ну, страсти, конечно, у них передаются родительские, это бесспорно. Иногда они проявляются. Вот эта непосредственность, любовь и ненависть иногда, они совершенно открыты. И это вот зеркало наше. Я помню такой случай, когда девочка умирала. Вернее, она умерла. Бабушка ее хотела, чтобы я ее покрестил, потому что родители в какой-то момент упустили, а тут менингит, и как-то очень все быстро произошло. Мы поехали в больницу, меня встретил на лестничной площадке сам врач и сказал, «Батюшка, ну, дело вот такое, что, по сути дела, ребенок мертвый, потому что он сейчас поддерживается, жизнь только на аппарате. То есть аппарат идет, и тело реагирует. Но ребенок, по сути дела, мозг мертв. И я не знал, что дальше делать. Нужно ли крестить в таком состоянии. Не нужно. Я был еще молодой тогда, только-только недавно рукоположенный. Я рискнул покрестить этого ребенка, но были сомнения, конечно. Когда она уже, конечно, умерла, отключили этот аппарат, и я должен был теперь уже отпевать ее. И я говорю, «Господи, ну, покажи знак, что я сделал правильно, или что я сделал неправильно. И если это так, то пусть не будет дождя в этот момент». А был очень сильный дождь. 2010 год, если кто помнит, там, сплошняком, просто месяц лил дождь без конца. Каждый день подъехал, дождь стеной. И я понял, что, наверное, да, как-то, может, я что-то не так сделал. И вдруг выхожу из этой машины с кадилом, только встал напротив гроба, и как солнце мне в глаза бабахнуло, так что я, ждал, шаг назад сделал. Это было что-то похожее на чудо такое, я не знаю, как только я закончил отпевание, дождь начал опять лить. Вот только сел в машину, только вот закрыли вот гроб, и дождь стеной опять. И опять лил несколько дней. Смотри, какие стеклышки, тетя. Давай, смотри, какие стеклышки. Смотри, какие очки. Посмотри, какие очки. Часто, ты же не больно? Не больно тебе. Ну-ка, через стеклышки. Тихо, 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 смотри. Давай, сюда, посмотри. Ну-ка, смотри на робота. Смотри, смотри. Вот он тебе улыбается. Ты молодец. Говорит тебе. Вот что-то он рассказывает. Ну-ка. Вот умничка. Надо признать, что есть вещи, которые нам не познать. Можем только догадываться, что причина этому грех, родительский может быть, может быть защита этого ребенка от чего-то более страшного. Предполагать можем, но до конца истинную причину знает только Господь. И мы тут поднимаем руки вверх, и что тут сделаешь? Только принимаем это все со смирением. Иногда со слезами, со скорбью. Но это надо делать. Господь через 10 заповедей ветхозаветных и 9 заповедей блаженств дает нам ориентиры, что нужно сделать, как достичь вот этой вот святости. Как стать похожим на человека духовного. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Спасен и Сыне Божий, Во святы деменцы, Поющие отцы, Аллилуйя! Без креста к Богу прийти невозможно. У кого-то болезнь, и он эту болезнь терпит и несет свой этот крест. И казалось, что больше не в моготу, и сил больше нет. И кажется, ну все, помоги Господи, и так и сяк, не получается. Но Господь высшей сил не дает искушения, не дает вот этого несения от этого креста. И человек терпит и тем самым приобретает великое благодеяние в плачах Божьих. Ведь то, что самое ценное, оно бесплатное. А современный человек, он все время ищет прибыли в чем-то. Он всегда чем-то торгует, даже в отношениях с Богом. А когда приходит конец жизни, он понимает, что все, что было потрачено, эта жизнь, она несущественна. И если человек еще к тому же очень верующий, для такого человека вообще катастрофа. Он понимает, что жизнь прожил зря. И тут возникает только надежда такая на спасение, что Господь, вот я сейчас поисповедуюсь, Господь меня дурака там, грешника последнего, может быть, как-то простит. И я за всю свою жизнь вот так исповедуюсь, что, может быть, Он меня простит. И прощает. И вводит в Царствие Божие. Такая вот любовь Божия может в последний момент всю жизнь твою перечеркнуть греховную, взять за ручку тебя и в Царствие Божие ввести, как разбойника на кресте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давай, снимем очки сначала. Снимай очки. Так, головку ровненько. Вот так. Ручками держись вот здесь. О! На меня пряменько смотри. У нее высокая степень дальнозоркости. Она очень дальнозоркая. Самое важное – это постоянное ношение очков. Это первое и второе. Регулярно, раз в три месяца проходить стимулирующие методы лечения, которые вам назначили. У нас с вами есть два года. Эффективные методы лечения при высокой степени дальнозоркости и амблиопии – это различные методы стимуляции, работы, повышения функции сетчатки. И будем теперь регулярно, регулярно лечиться. Договорились? Смотри вверх, хороший мой. Не бойся, я капать ничего не буду. Не волнуйся, не волнуйся. А, и вы видишь, когда хорошо реагирует. Ну и все, давай в этот глазик. Ну, глазик-то открой, открой, не бойся. Я делать ничего не буду. Вот так, хорошо. Вот-вот, только просто смотри туда. Вот и все. Музыка. 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 Святые-то они вот рядом с нами. Они есть здесь, сейчас, в наше время. И внимательные всегда это увидят. И таких людей много. Их надо только поискать, и они рядом с нами. Их не видно просто. Они очень смиренные и тихие такие. Вот. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»